Народный артист России Андрей Макаревич прокомментировал скандальные высказывания в адрес своих сограждан в интервью для YouTube-шоу у журналистки Ксении Собчак. Лидер рок-группы «Машина времени» не отказался от своих слов и заявил, что продолжает считать идиотами тех, кто нервно реагирует на его обвинения и не понимает юмора. Также певец выразил уверенность в том, что его слова часто вырываются из контекста. «Реклама у россиян — болезненное самолюбие, причем ничем не обоснованное. Я к таким не отношусь. А это тоска по величию, черт возьми, давайте станем великими», — сказал Макаревич. Музыкант заявил, что сам не страдает такими комплексами и на адекватную критику реагирует спокойно, стараясь посмотреть на себя со стороны и разобраться в причинах обвинений. Также Макаревич рассказал, как, по его мнению, России удастся достичь величия. «Для этого надо перестать дурака валять, деньги тратить на науку, производство, медицину и образование, а не на ракеты и через 10 лет нам будет чем гордиться. Нет, мы будем надувать щеки. Но давайте», — рассудил артист. Во время интервью Собчак напомнила музыканту одно из его резких высказываний о россиянах, сказанное в эфире Белорусского радио. «Кочевники привыкли гадить, потому что они не сидят на местах, они завтра едут дальше. Можно не заботиться о чистоте». «Подозреваю, что у русских это осталось со времен татарского ига», — повторила слова Макаревича телеведущая. Она отметила, что многие восприняли эту фразу на свой счет и сочли оскорбительной, и попросила его прокомментировать ситуацию. Сам артист заявил, что его могли неправильно понять. Здесь я не совсем точно сформулировал. «Я имел в виду вот что. В нас очень много намешано. И от Орды, и от Азии. Кочевник совершенно естественно мусорит там, где живет, потому что завтра он будет в другом месте. Мы во многом унаследовали эту скверную черту», — к сожалению, оправдался Макаревич. Когда Собчак спросила о материальном положении артиста, он скромно сказал, что не гонится за высокими гонорарами. «Мы далеко не самая зарабатывающая группа, мы не Ленинград», — сказал музыкант. По словам Макаревича, его коллектив принципиально не выступает на свадьбах и корпоративах, делая исключение только для своих близких, и то в качестве подарка. На вопрос Собчак о сумме на его счету, музыкант уклончиво ответил «ну, миллион, наверное, есть», — не уточняя, в какой валюте. Ранее участники группы «Машина времени» Александр Кутиков и Валерий Ефремов рассказали о своем отношении к политическим высказываниям Макаревича. Они заявили, что не имеют права заставить коллегу помолчать, потому что он, как и любой человек, имеет право на собственное мнение. «Какое мы имеем право ограничивать его в свободе мысли изъявления?», — приводит слова Кутикова ТАСС. Бас-гитарист также отметил, что для него не имеет значения возможное влияние слов солиста на репутацию коллектива. «Мы проходили разные этапы. Был период подполья, столкновения с советской властью и официозом. Для нас тут нет ничего нового и неожиданного», — объяснил Кутиков. Эти слова подтвердил сам Макаревич, заявив, что считает Россию свободным государством, граждане которой имеют право высказывать свое мнение относительно всего, что происходит в стране. «Если что-то нравится или не нравится, полагаю, не только нормальным, но обязательным выразить отношения, как гражданин России», — говорил артист. В свете многочисленной критики внутренней и внешней политики России Макаревич рассказал о том, что его внуки проживают в США, по его словам, это дети американского мужа его дочери Даны. Музыкант также признался, что они не знают русского языка, хотя планируют посетить юбилейный концерт по случаю 50-летия машины времени.